Из поучений святаго Яна Затаустова на послание апостола Павла к римлянам. Верую просияли и все доселе жившие, Авраам, Исаак, Яков. Верую спаслась блудница как в Ветхом, так и в Новом Завете, ведь сказано. Верую, Рааф, блудница, не погибла, приняв саглядатой, евреям 11.31. Она не стала рассуждать, как эти пленники, беглецы, изгнанники, ведущие кочевую жизнь, могут овладеть нашим городом, который защищен стенами и богинями. Если бы она стала так размышлять, то погубила бы и себя, и их, как действительно и погибли предшественники, спасенных Раафию. И увидев людей великорослых и сильных, стали изыскивать средства, как победить их, и все погибли без войны и сражения. Видишь ли, какова бездна неверия и какова стена веры. Неверие довело до погибели бесчисленное множество людей, а вера не только спасла жену-блудницу, но и сделала ее покровительницей столь великого народа. И так, зная это и другое большее, никогда не будем испытывать Бога относительно причин и событий, но без исследования излишней пытливости станем принимать все, чтобы он не повелел. Хотя бы его повеление казалось несообразным с точки зрения человеческих размышлений. Скажи мне, в самом деле, что может представляться более несообразным, как то, чтобы сам отец умертвил единственного и возлюбленного своего сына? Однако же, праведник, получив такое приказание, не стал рассуждать об этом, а принял повеление только по достоинству приказавшего и повиновался. Но другой, получив от Бога повеление бить пророка и считая его несообразным, задумался над этим делом, а не просто послушался. Из-за этого был наказан смертью, а бивший угодил Богу. И Саул, против воли Божией, спасшей жизнь, людям был незложен к престолу и подвергся жестокому наказанию. Можно найти и многие другие примеры, которые все научают нас никогда не изведывать причины повеления Божьих, а только не противиться и повиноваться им. Если же опасно любопытствовать относительно того, что Бог повелел, если испытующих ожидает крайнее наказание, то какое оправдание некогда будут иметь те, которые судят о предметах более непостижимых и страшных? Например, каким образом Отец родил сына? Какова его сущность? Итак, зная это со всем благоволением, примем Матери всех благ веру, чтобы нам, как плывущим в спокойной гавани, соблюсти правильные учения и, направляя жизнь свою со всей безопасностью, достигнуть и благ вечных, благодатью и человека, любим Господа нашего Иисуса Христа, С которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.